Русские цари Иностранцы говорили, что созывали несколько сотен девушек, но царю представляли только самых избранных и из них он выбирал себе невесту. Причем обычно будущие царицы не происходили из знатных семей, они были дочерями небогатых тварян. Вы видите, как царь Алексей Михайлович выбирает себе невесту. Ну а после того, как он вручал избраннице кольцо и богато вышитый платок ширинку, происходил обряд наречения невесты царевной. В палатах устанавливались два трона для жениха и для невесты. Девушку одевали в девичьи царские одежды, торжественно усаживали на трон. Патриарх благословлял ее и нарекал царевной. После этого по всей стране отправлялись грамоты о том, что царь женится на царевне. Ее фамилия уже больше не упоминалась. И только после этих обрядов следовал веселый свадебный пир в грановитой палате. Ну а дальше царская чета начинала ждать рождения детей. Если проходил год, а ребенка не было, то уже начинали волноваться, начинали ездить по монастырям, молиться, дарить им богатые вклады. И наследника обычно ждали с большим нетерпением. Ну вот, наконец, у царицы рождался ребенок. И в первую очередь в ее палаты входил священник, который давал ребенку имя того святого, чья память праздновалась в этот день. После этого ребенка несли показывать счастливому отцу-государю. Вы видите здесь сцену рождения будущего царя Ивана Васильевича. Но имя, которое давали в день рождения, не обязательно было подходящим для царя. Поэтому при крещении, которое происходило иногда через две недели, иногда через месяц, выбирали другое, более подходящее имя. Так, будущий царь Иван Васильевич родился в день апостола Тита, а при крещении был назван Иваном. Вы видите сцену, как великий князь Василий несет своего сына к крестильной купели. Что касается будущего Петра I, то он родился в день редкого святого Исаакия Далманского 30 апреля 1672 года, а через месяц, 29 июня, при крещении получил имя в честь апостола Петра. В нашем музее хранятся вещи, которые были связаны с обрядами, которые выполнялись после рождения и крещения. Это подушка и свивальник, на которых царского наследника торжественно несли в церковь. И рожок для кормления младенца, который использовали мамушки и нянюшки. Сразу же после рождения царевича или царевны к ним приставляли свиту из большого количества прислуги. Обязательно брали кормилицу. Старшей над этой прислугой назначалась мама, боярыня, которая отвечала за воспитание ребенка перед самой царицей. При крещении цари благословляли своих детей роскошными крестами, в которых обычно хранились реликвии мощи почитаемых святых. И вы видите крест, которым царь Иван Васильевич благословил в день крещения своего старшего сына, царевича Ивана Ивановича. Бояре поздравляли царя и с рождением ребенка, и с его крещением. И после крещения богатые подарки получало духовенство. Роскошная панагия была заказана царем Федором Ивановичем для подарка патриарху после крещения его дочери Федосье Федоровны. После этого по стране уже отправляли грамоты о счастливом событии в царской семье. И обычно этих грамот с нетерпением ждали во всех городах. Дело в том, что в год рождения наследника государь жаловал всем военным и служилым людям премию в размере годового оклада. А если рождалась царевна, то, как говорится в документах того времени, против царевича Субавку в половину. Поэтому получение такой грамоты вызывало, конечно, искреннюю радость по всей стране. Звонили в колокола, проводили церковные службы, и имя новорожденного или новорожденной заносилось для поминания во время молитвы о царской семье. После крещения писалась так называемая мерная икона. Доску брали в рост родившегося младенца и писали изображение того святого, чье имя он получал, а сверху было изображение святой Троицы. Первая такая мерная икона была написана при рождении царевича Ивана Ивановича в 1554 году. Эта икона украшена золотым окладом с драгоценными камнями. А вот икона младшего сына царевича Дмитрия украшена уже только серебряным басменным окладом. Серебряным окладом украшались и иконы царевин, которые стали выполняться в XVII веке уже при династии Романовых. Вы видите мерную икону царевны Софьи Алексеевны. Если царь желал запечатлеть радостное для его семьи событие в более монументальных памятниках, то обычно в честь этого возводили храм. Считается, что церковь Вознесения в Коломенском была заложена в честь рождения будущего царя Ивана Васильевича в августе 1530 года. А освящена была уже в присутствии великого князя Василия, его супруги и сына в 1532 году. После рождения царские дети поселялись в хоромах царицы на женской половине дворца. Хоромы эти были деревянные и обычно после рождения очередного ребенка к ним пристраивали их собственные покои из трех или четырех комнат, в которых они и жили вместе со своими мамушками и нянюшками. Надо сказать, что родителей царские наследники видели достаточно редко, потому что и у царя, и у царицы было много дел. Когда царские дети начинали ходить, то для них шили гардероб из богатых тканей, тех же, которые использовались на одежды самого царя и царицы. Одежда обычно шилась из тканей красных цветов. Вы видите шапочку царевича Дмитрия, а также из тканей, подобающего царю золотого цвета. А из остатков этих тканей шили обычно игрушки. Это могли быть мячики или одежды для кукол. Вы видите кукол, которые были выполнены в начале XVIII века. У царских детей было много обязанностей. Когда они покидали свои покои, то они должны были двигаться медленно и торжественно. В руке даже самых маленьких царевичей был посох. И бегать и шуметь не разрешалось. Царские дети обычно вместе с царицей отправлялись в церковь. И на иконе насаждения древа государства российского, которое хранится в Третьяковской галерее, мы видим изображение царевичей, молящихся вместе с царицей Марией Ильиничной. На приемах послов и других торжественных мероприятиях царские дети не участвовали. Когда царь принимал иноземцев в Грановитой или иной палате, царица вместе с детьми могла наблюдать за этим торжеством через решетчатое окошечко в двери. Говорится, что однажды юный царевич Петр Алексеевич нарушил обычаи и открыл дверь, так что иноземные послы увидели и его, и царицу Наталью Кирилловну. Дверь, однако, сразу закрыли, а царевич наверняка получил выговор за неподобающее поведение. Зато у каждого из царских детей была своя богатая казна. Она составлялась из вещей, которые дарили бояре царю на рождение и крещение наследника. Затем подарки присылали из московских свобод и из других русских городов. Там были вещи русской работы, но особенно ценились дорогие заморские вещи, стеклянные или фарфоровые сосуды, или вот, например, ажурная украшенная сканью кружка из казны царевича Ивана Ивановича, сына Ивана Грозбук. У царских детей были и игрушки, которые не мог позволить себе никто другой. Например, братья Иван и Петр Алексеевичи для своих детей, царевича Алексея и дочерей царя Ивана, заказали так называемые потешные воски, которые хранятся в оружейной палате. Зимний вазок поставлен на полузья, а летний вазок на колесах. Сюда запрягали маленьких пони, и царские дети могли кататься по кремлевским садам. Помимо посещения церквей вместе с родителями, дети также очень рано отправлялись в богобольные поездки по разным монастырям. Петр совершил такую первую поездку, когда ему было полтора года. И очень часто по дороге царицы покупали детям игрушки и сладости. Это могли быть какие-то совсем простые вещи, орешки, прянички. И игрушки покупали им в монастырях. Издавна в Троице-Сергиевом монастыре была традиция выпускать деревянные модели монастыря со стенами, башнями, соборами, колодцами и другими сооружениями. И вот, вернувшись домой, нужно было из такого конструктора собрать увиденное в монастыре. Такие игрушки продолжали выпускаться даже и после времен Петра I. Но надо сказать, что у царских детей было гораздо меньше времени для игр и развлечений, чем это сейчас. Потому что дети начинали учиться в 4 или 5 лет. И им вручали первый букварь. И в следующей лекции мы с вами поговорим о воспитании и образовании царских детей.